Доброго времени суток! Сейчас мы будем делать одно очень интересное мероприятие. Сейчас мы будем делать пакет для мицелия. Чтобы сделать пакет для мицелия, вам будет необходимо иметь полипропилен для изготовления этого пакета, какой-то материал для бактериального фильтра, ну и самое главное полноценный запайщик, потому что без запайщика вам это сделать не удастся. Итак, мы будем делать пакет по образцу, по вот этому образцу будем изготовлять такой же пакет для мицелия. Фактически я в таких пакетах и стерилизую мицелий, потому что максимальная загрузка автоклава получается, если у этого пакета размеры 23 см ширины, ну и длина здесь должна быть 60 см. Итак, приступаем. Вообще, в оригинале, чтобы вы понимали, из чего должен состоять сам фильтр. Вот я вам покажу ближе. Это как вы видите, если вы хотите узнать, как вообще в оригинале должен выглядеть этот фильтр, то я вам показываю вот такую медицинскую маску. Пойдите в аптеку, купите вот такую масочку. Вот, купите вот такую масочку и посмотрите внимательно, из чего она состоит. Это таким должен быть этот фильтр. Но для изготовления, сейчас в процессе изготовления вы увидите, что нам этот материал, их можно там и купить, из них делать эти фильтры, но он нам не совсем будет подходить. Поэтому я, например, для такого вот эксперимента, я буду использовать вот такой вот материал. Я вам скажу, что это. Это прокладочка, которая была в обувной коробке. У нее была замотана обувь. Она имеет, каждый из вас, кто покупал обувь, обувь, я надеюсь. Видели вот такие материальчики, она как-то тут отжата. Мы будем для фильтра использовать вот этот материал. Здесь я уже на пробу порепетировал. И сейчас мы с вами вместе будем делать вот такой вот пакет для мицелия. Так, для объективности такого вот изготовления, я вот здесь поставлю, где будет видно. Ну, вот здесь, например, где-то поставлю. Я думаю, будет видно эти часы. Здесь будет, значит, два... Вы смотрите, вот здесь исходное время, здесь время, когда мы закончим изготовлять вот эти пакеты. Кстати, вот вам посоветую такой прибор, когда вы ставите автоклавы. Вот у меня здесь специально такие вот часы сделаны. Очень полезный такой вот совет. Это работающие часы? Это не работающие часы. Здесь я ставлю исходное время, когда был поставлен автоклав. Здесь, секундомер, то есть, стрелкой будильника, выставляю время, когда нужно выключить. Ставлю будильник, чтобы он просигналил, когда закончится режим. И, соответственно, так можно знать и не забыть, когда правильно выключить автоклав. Особенно, если их два или три. Это в том случае, если у вас нет автоматики, а у вас обыкновенные автоклавы. Итак, приступаем к изготовлению нашего пакета. Итак, первым делом мы будем делать бактериальный фильтр. Будем делать вот из этого, как я сказал, упаковочного материала. Он довольно хорошо подойдет для этого фильтра. И будет его вполне достаточно для того, чтобы таким вот незамысловатым образом изготовить вот этот пакет. Вообще, мое видео, мне что-то напоминает у нас, я когда-то смотрел, была такая передача, может, вы видели, она называется «Разрушители мифов». Вот что-то я себе напоминаю. Вот эти герои, значит, герои этой передачи, я какой-то тоже такой разрушитель мифов, когда я делаю очень такие вот хитрые, какие-то злые, сложные вещи, изготавливаю очень простым способом. Здесь вот это я вырезал из полипропилена такую вот ленту. Она у нас будет использоваться для покрытия этого бактериального фильтра. Как видите, здесь, давайте еще раз продемонстрируем, вот, с одной стороны этот пакет целый, с другой стороны вот на нем есть бактериальный вот этот фильтр. Ну, камера сейчас не сможет показать, но мы видим, что здесь внутри идет сам фильтр, с двух сторон он проклеен вот таким полипропиленом. Значит, нужно отметить, что толщина самого вот этого пропилена где-то 40-60 микрон. Должна быть использована для того, чтобы он выдержал нагревание в автокладе. Для самого вот этого фильтра не обязательно ставить 40-60, такой толстый 40-60, здесь можно использовать более тонкий. Вообще, вот этот пропилен это рулончик, который можно купить в местах, он предназначен для упаковки цветов. И упаковывают вот цветочки. Он вполне подходит для того, чтобы сделать вот эту защиту на этот фильтр. И мы его будем использовать, поэтому сразу мы его отмеряем необходимое количество и отрезаем. теперь делаем дальше. Так. Мы будем делать по этому шаблону. Как видите, для того, чтобы сделать нам этот пакет, нам нужно вот этот полипропилен, шириной 120 см. если мы сложим его пополам, то у нас получится ровно 60 см. Длина вот этого пакета. Но склеивать мы его вместе будем чуть позже. А сейчас нам будет необходимо определить место, где мы будем приклеивать этот фильтр. Ну, давайте будем делать абсолютно аналогично, как мы видим на этом пакете. Вот мы делаем такую примерку. и вот здесь мы обозначим то место, куда будет приклеиваться этот фильтр. Такой урок я уже проводил. К сожалению, я его проводил по скайпу для одного моего такого коллеги, который начинающий грибовод. Он тоже начинает производить мицелли. Я ему подсказал вот такой вот способ. Знаете, он сделал такие пакеты и был очень неблагодарен. Только жалко было одного момента, что я по скайпу рассказал одному человеку, а это будет полезно уже для многих людей. Теперь где наш потерялся лобончик? этот лобончик. Так, часики мы где-то переставим вот сюда, чтобы мы не мешали. И теперь нам нужно такое сделать первую такую вот спальку. Но перед этим давайте мы проведем сразу вот эту перфорацию. Для этого мы используем вот такую подложечку. Приблизительно вот на эту ширину мы видим, что сам пенопласт немного уже, чем наш фильтр. И нам здесь нужно сделать перфорацию. чтобы мицелий мог дышать. Для этого мы будем использовать обыкновенную иголку от шприца. И вот мы фиксируем этот полипропилен. И вот таким вот образом быстренько делаем перфорацию. Дырок сделать немного, чтобы мицелий смог вакцинной внутри дышать. Набиваем изборочек мера. И после этого будем припаивать сам фильтр. Помещаем его в место нашей разметки. Сюда помещаем нашу вот эту пленку. Приблизительно это все распоряем как нужно. Передвигаем на польсет запайщик. И делаем спальку. вот запайщик сейчас сделаем первую спальку. Проверяем качество этой спайки. Вообще этот запайщик я скажу довольно-таки неплохой. Он себя уже зарекомендовал с хорошей стороны. если не хватает то можно пропаять еще раз. Потому что здесь получается этот фильтр двойная толщина и еще два полипропилена может не всегда получать спайка. теперь после этого когда мы припаяли верхний защитный слой нам нужно делать перфорацию не будет это сделать поэтому смысла если мы не сделаем здесь перфорацию то смысла в этом фильтре никакого не будет. Поэтому делаем то же самое но уже в защитном слое. это я еще дополнительно так еще прокладу чтобы дырочить было больше. Если это так делать более профессионально то можно конечно для этого сделать какой-то прибор который одним движением это все будет пробивать. Но вам для небольшого количества пакетов это все не нужно будет достаточно вот такого мероприятия. Перфорацию мы сделали она то есть есть у нас в этом нижнем подпете потом идет наш фильтр потом идет вот этот защитный слой. Делаем то же самое. Теперь защитный слой аккуратно приглаживаем на то место где он должен быть помещаем это все делать запайщик так немножечко так с натяжечкой вот и делаем еще одну спальку. таким вот образом мы сделали сейчас вот здесь бактериальный фильтр вот он такая яка вот вот так будет видно специально хотел бы показать сейчас вот увидите что здесь даже что этот материал от обувной упаковки здесь на нем даже буквы напечатаны так и теперь продолжаем уже заканчиваем наши мероприятия вот фильтр у нас есть теперь складываем этот пакет вдвое вот каким у нас получается его внешний вид этого пакета убираем эти часики и осталось сделать еще два шва по длине размещаем его аккуратненько и ровно в самом запайщике шина здесь длинная вот эта и получается нужно ее если вот за эту ручку ее прижимать то внутри не совсем хорошо спает поэтому ее нужно именно посредине делать давление для того чтобы плотно она прилегала к полипопилену и хорошо прогрела по всей длине так снимаем проверяем качество шва довольно таки все хорошо и последний штрих сворачиваем на другую сторону и делаем еще один такой вот еще один шов аппарат уже сейчас пайка отключилась но держим еще некоторое время потому что между этими шинами получается расплавлен этот полипропилен если быстро убрать то он может проливаться так мы ждем немножко чтобы шов остыл после этого вот так я проглаживаю для того чтобы полипропилен остыл вот он откладается и аккуратненько отклеиваем это теперь проверяем еще раз шов насколько качественно у нас сделано да все неплохо вот проверяем хорошо спарено ну и так чтобы у нас это выглядело более-менее так как-то красиво и изящно лишние вот эти остатки наших фильтров мы просто их отрезаем вот вуаля только что мы сделали хороший полноценный пакет с бактериальным фильтром для изготовления мицелия посмотрим еще раз на наш пакет посмотрим для сравнения на наш образец в принципе они мало чем отличаются осталось дело за следующим простерилизовать здесь мицелий и сравнить качество то есть и вырастить на нем мицелий если у нас все пойдет хорошо то таки можно и добавлять вот такие пакеты и так сколько у нас ушло на это все времени вместе с объяснениями и комментариями и всем остальным по-моему мы потратили на это где-то минут 12 но здесь я много чего объяснял на самом деле приблизительно минут за 5 такой пакет можно соорудить и да ну и нужно показать сейчас покажем где-то в готовом виде ну и здесь нацелить только положен на инкубацию но покажем вот как выглядит пакет уже с мицелием вот этот бактериальный фильтр здесь для того чтобы мицелий дышал и туда внутрь не попадала инфекция и вот так он будет выглядеть уже вместе с зерном засеян мицелием вот такая вот полезная информация для вас а с вами был Макс Салер следите за каналом у нас множество интересной и очень полезной информации относительно грибоводства и еще некоторых других вопросов